МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Устал, но не уходит". Дроны над Кремлем. А в плену сейчас макароны. Вызов пятого канала принят. Кого разденет Шойгу? Явка провалена. Пакуем чемоданы. Почему Путин цитирует Мюллера? -"Господин полицейский, пройдемте в военкомат". Вы смотрите жесточайший вечерний шпиль на Белсате. С вами Олеся Корненко. Приветствую. Путину нечего сказать. Заявляют злые языки после того, как Песков подтвердил слухи. Большой пресс-конференции не будет. Очень жаль, миллионы, да что там, миллиарды людей ждут прямую линию Путина. Кстати, послания Федеральному собранию в этом году тоже не было. Может, и новогоднего поздравления не будет? А его в этом году можно было бы выполнить в новой сценографии. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, и год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас. Побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед. Бункерный дедушка работал в поте лица и порадовал подарочными мешками уже почти 100 тысяч российских семей. Депутат Нилов из фракции «Справедливая Россия» пообещал подарки украинским детям. Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жги. Даже заядлые кремлевские людоеды обалдели от этого пассажа. А Нилов стал оправдываться, мол, это была шутка про Вову Зеленского. Пока депутат Нилов блещет остроумием, Шойгу и Суровикин все шлют и шлют ракеты украинским мальчикам и девочкам. Путину, правда, в отличие от дунца Нилова, чтобы признаться в терроризме, пришлось накатить. Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Разве признание Путина в государственном терроризме кого-то удивляет? В 99-м году в качестве исполняющего обязанности президента он ведь и начинал со взрывов домов. Правда, в России. На этой неделе в Украине удивились не очередным обстрелом, а тому, что на одном из российских дронов было написано «Зарезай». Мы развили тему Мартин Крам. Здарова! Че там пишешь на своем дроне? Смерть Бандером? Нет. Это вам за Омск? Это где? В Сибири. Родина моя. И туда дотянулись? Там кругом разруха. Фашисты? Хуже. Ладно, запускаю. Неизвестный дрон Камикадзе произвел отрицательную посадку на территорию Кремля. Спасатели производят плановую расчистку обломков и поиск президента. Оснований для паники нет. Все больше граждан России понимает, враг не в Украине, враг в другом месте. Надеюсь, есть в этом некоторая лепта и нашей программы, которую смотрят сотни тысяч россиян. Не забывайте ставить лайки и делиться ссылочками на вечерний шпиль. Потери участников так называемой спецоперации приближаются к круглой цифре. Чтобы подбодрить живых солдат, ведомство Шойгу объявило сбор баянов, гитар и балалай. В тылу у некоторых и без балалайок настроение позитивное. Муж ушел в Вагнер служить. Последняя информация, что поехали в Бахмут. Уже месяц нет связи. Появилась неофициальная информация, что погиб. Сил нет от неизвестности. Храни бог всех живых. Судя по смайликам, смерть благоверного не повод для пессимизма. Ну, может, веселая вдова мечтает о белой ладе. Не отстают и учителя в Липецкой области. Детей усадили за парту героя с портретом их отца, погибшего в Украине. Дети были очень довольны, гордо сообщила директор. Волну оптимизма поддерживают и СМИ. Как вам заголовок? Под его песней хоронят мобилизованных. Нет-нет, челябинские журналисты имели в виду не Шопена, а Шамана. Сомнительная слава. Каким бы популярным ни был исполнитель песни «Я русский», все равно он работает всего лишь на разогреве. На разогреве у Кобзона. Родители одного из участников агрессии на Украину построили в честь сына вот такой танк. А, нет, вот такой, из снега. Не знаю, сможет ли это забота папы с мамой согреть молодого оккупанта в грязном, сыром и холодном окопе. Но если он нас смотрит, сообщу, где сейчас тепло. Кормят три раза в день и поют с утра до вечера. А главное, не убивают. В украинском плену. Эту военную тайну разболтался российский офицер. Ну и выучили гимн их наизусть. То есть про Бандеру песню наизусть выучили. А самое, что понравилось, это София Ротару. Вот песню выучили. Во всяком случае, интервью с капитаном Родыгиным быстро убрали с YouTube-канала телеканала Лабытнанги ТВ. Кто мог надавить на журналистов? Вечерний шпиль разобрался в ситуации. Не били, ничего. То есть нормальное отношение было. Разрезали, то есть ты просто выдохнул, то есть и все что. Ну вы уже в тюрьме, то есть тебя уже здесь точно не убьют. У них там конвенция вот эта женевская работает. То есть как бы они нам не зачитывали там и наши права там и все. Алло, это редакция, слушаю. Здравия желаю, генерал Петренко. Я тут посмотрел ваше интервью с бывшим пленным. Да-да, и как вам, понравилось? Понравилось. Но как там говорит Коношенков, отрицательно. Там все правдиво, без фейков. В этом-то и дело. Поэтому я вас убедительно прошу убрать его. Это что, цензура? Но я вас прошу сделать жест доброй воли. Но почему? Мобики из-за него массово сдаются в плен. А, простите, а вы генерал чего? Генерал российской армии? Может ГРУ или ФСБ? Я генерал ВСУ. У нас уже просто места в тюрьмах и лагерях для военнопленных места заканчиваются. Пандеровец мне не указ. А вы червону руту наизусть знаете? Не знаю. Зря. Если мобики на линии фронта закончатся, смотрите, чтоб вас к нам второй волны мобилизации не принесло. Все-все убедили. Убираю. Слава Украине. Героям слава. Поль. Глава Калининградской области рассказал, что жители Германии приезжают... Нет-нет, не вернуть Кёнигсберг в родную гавань. Немцы бегут в Калининград зимовать. Отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, то есть оплата ЖКХ за 4 месяца в Калининграде, это как один месяц где-то в Дюссельдорфе. Вот вам доказательства. Дети в куртках мерзнут в обычной баварской школе. А нет, простите, в Брянской. Зато вот, мужик замерз в Париже. А нет, это Подмосковье. Вот это, кстати, здание Раменской больницы. В приемном отделении автору этого видео сказали, идите к охранникам. Охранники сказали, идите... В общем, это не наше дело. А вот обычные жители Брюсселя толкают автобус. Хотя нет, это Москва. Миллионы россиян не удивить ни снегом, ни отсутствием газа, ни отсутствием воды. Видите, Сашка делом занят, снег топит. Здесь, короче, ребят, один человек из деревни, где Сашка живет, провел себе воду 100 тысяч в квадрате. Она у него и то горькая. Он себе все равно возит с роды воду. Поэтому вот здесь, в этой деревне, все на дождевой воде сидят или снег топит. Зато российским космонавтам тепло. Температура в корабле «Союз МС-22», пристакованного к МКС, выросла до 30 градусов. Правда, получилось это в результате утечки охлаждающей жидкости. За последние годы что только не ломалось у российских космонавтов. Туалет, генератор кислорода, заканчивалась еда. И все это после того, как на орбиту стали тягать георгиевские ленточки и иконы. Совпадение? Это для дам или для джентльменов? Заходи, дядя. Ну что, устарился? Ну не по-людски. Сергей Лавров, выражая возмущение европейской гендерной политикой в области туалетов, вряд ли ожидал, что его высказывание запустит настоящий флешмоб. Правда, внимание россиян больше привлекают отечественные сортиры. Ну вот, как этот в красноярской школе. Он для дам или для джентльменов вторят в главе российской дипломатии интернет-пользователя. Пока Лаврова мучают гендерам, его соратницу Марию Захарову донимают призраки. Это телевидение? Да. Это отдел жизни привидений? Да. Да. Ну, не дословно, но очень похоже. Вы, наверное, вырежете. Я прихожу на работу, он у меня стоит сзади, за спиной. И живые, и мертвые. Мне кажется, это многое объясняет в заявлениях госпожи Захаровой последние годы. Я, и я сошла с ума. Какая досада. Путину установили памятник и не в России, а в самом натовском логове. В Великобритании. Как тебе такое, Борис Джонсон? Не Лондон, конечно, но деревня Белл-Энд тоже подойдет. Ну, правда, есть нюанс. На голове у позолоченного Путина какая-то странная шапочка. Ну, и раз мы уж приблизились к такой интимной тематике, в Украине журналистки Пятого канала сфотографировались без одежды для благотворительного календаря. Они хотят собрать 1 миллион гривен, которые пойдут на покупку рации для украинских военных. Акция вызвала много споров, но на этой неделе сам главнокомандующий ВСУ Залужный заценил инициативу. Какова была реакция Москвы? Только в вечернем шпиле. Рыбка моя. Привет, привет, дорогой. Смотри, что пишут. В Украине журналистки Пятого канала разделись, чтобы помочь своей армии. А у нас наоборот. Я оставил солдат с голой жопой, чтобы одеть тебя. Кому верить? Отчетам Министерства обороны или бойцам с передовой? Верить никому нельзя. Только мне можно. 22 года кремлевские пиарщики пытались сравнивать Путина со Штирлицем. Но сам Вальдемар Вальдемарович вдруг начал косить под мюнлера. Верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе. Мне можно. Не оговорка ли это по Фрейду? Ведь Путин цитирует киношного шефа гестапо, который, как мы помним, уже понимает, что проиграл и пакует чемоданчики. Я не вижу выхода из создавшегося положения. Кстати, по одной из легенд, Мюллер удрал в Аргентину. Ту самую, в которую, по версии бывшего сотрудника кремлевской администрации, Аббаса Галямова собирается эвакуироваться и путинская команда. А вот это провал. Ну а пока вещи попросили спаковать московских полицейских. И отнюдь не в Аргентину. Бункерный дед готов отправить на фронт даже тех, кто должен был бы охранять его от Майдана. Мартин Крам. Так, носки, берцы, бронежилет, полотенце, аптечка, чтобы в ствол автомата вода не попадала. Ты что делаешь? Начальство сказало набор для выживания собрать. Так ты же самое необходимое не взял. Это что? Вот, самое необходимое для твоего ГИБДДшного выживания. Не прикалывайся. Это все, если нас на фронт отправят. Ты не охренел? Новые носки в окоп. Какие новые? Ты помнишь, когда мне их подарила? На 23 февраля. Ага, только 2014 года. Все штопанные перештопанные. Выбросить уже давно надо было. Нельзя примета плохая выбрасывать. А пока носишь, Крым наш. Подожди. Где вы тут? Вот, держи. Ты что, с 8 мартовыми подарками не пользовалась? Балда ты, это новые. Держи. Зачем? От крови. Я знаю, а мне зачем? Ты совсем, что ли, за новостями мобилизации не следил? Хм, я ж мент. Думал, нас-то не коснется. Думал, ближе к Кремлю мы нужнее. Короче, тампоны от крови. Засунешь их в дырки от пуль. Прокладки от влаги. Засунешь их в сапоги. Только не перепутай. Да понял я, понял. Вот думаю, брать не брать. Не бери, тяжесть таскать. Может, пока тебя не будет, Петька зайдет. Что? Шучу. Так, еще раз. Полотенце, прокладки, тампоны, аптечка. Броник. Нужно ехать в магазин. Зачем? Тут еще в списке до хрена всего. Вот. Это столько всего на войну? Еще и за наши деньги. Ты не охренел? Не я. Это они. Подожди. Нашла. Алло. Нам нужны турковрик, спальник и фляжка. Женщина, вы не туда попали. Это не магазин спортоваров. Как не туда? Алексей? Да, я. Вы же говорили, что помогаете нашей армии. Вы телеканал Дождь? Уже нет. Бросил трубку. Ну вот. Говорил, что нужно в магаз ехать. Подожди, а это что? Аптечка. Нахрена я тебе тампоны дала? Бинтом обмотаешься. А это что? Дорогая, это не то, что ты подумала. Ах ты ган... Ну-ка сюда. Слава Украине, живи Беларусь, Алга Казахстан, Россия, очнись. Это был вечерний шпиль. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова